Почти полсотни участников и столько же болельщиков из числа учащихся вторых классов школы номер два собрались на открытой площадке перед Венедом, чтобы посоревноваться в скорости, меткости и выносливости и поддержать своих друзей. Я пришел болеть за Ярослава. А почему ты не пришел болеть? Ну, потому что он быстро бегает и я думаю, он все сможет. Я участница. В какой команде? Я в втором Е-классе. Это очень хорошая у нас команда. Мы эстафеты провели и надеюсь, мы займем это первое место. Я пришел участвовать, чтобы победить в этом конкурсе. Не холодно тебе? Нет, когда бегаешь, согреваешься. Я люблю лыжи, коньки. А зима вообще классное время года? Да, я люблю зиму. Почему? Потому что можно играть в снежки, лепить снеговиков. Мое любимое время – годы зима. Я пришла всегда участвовать. Я участница. Зимой весело играть. Можно лепить снеговиков, снежки играть. Моя команда называется снежинки. Розово-щеки и веселые ребята с удовольствием подключаются к играм, не замечая усталости и холода. Организаторы подтверждают, что собрать желающих для зимних спортивных игр совсем несложно. Школьникам только повод дают души поиграть на снегу. Дети очень любят зимние виды спорта. Они с удовольствием на наших площадках занимаются. Мы в лес часто выходим с детьми для популяризации зимних видов спорта. Они очень любят это. Дети с удовольствием играют во все эти виды. Кроме того, данные соревнования – это возможность для педагогов Центра Винет увидеть и оценить силы и возможности детей. Ведь впереди городские соревнования по шорт-треку. На них попадут только лучшие из лучших. Также будем проводить и в других школах. А потом отбираем лучшие команды, лучших ребят и проводим перенесы уже города. И это будет включать и эти эстафеты. Будем дополнительно делать эстафеты, чтобы было более массовое, более интересное. Чтобы ребята почувствовали себя в настоящих состязаниях. Таким образом, Центр планирует охватить более 200 школьников разных возрастов. Данные соревнования проводятся при поддержке Министерства спорта России Республики Башкортостан. По итогам все участники получат сертификаты, а сильнейших ждут грамоты и дипломы. Марина Медвинская, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».